сегодня воскресенье 12 марта с вами в студии я иван жданов и передача самое важное собянин платил сотни миллионов из бюджета москвы чтобы собчак венедиктов симонян и другие продвигали вероятно именно на эти деньги интересы кремля рассказываем про новое расследование и то самое письмо о котором говорят все российские военные расстреляли безоружного украинского пленного этот человек уже стал символом мужества и героизма и теперь мы знаем его имя жители тбилиси вышли на улице чтобы помешать парламенту принять закон об иностранных агентах в репортаже из грузии мы расскажем как победил народный протест в апреле прошлого года началась история которая сейчас стала настоящей драмой в ефремове тульской области на уроке изо детям дали задание рисунок в поддержку армии шестиклассница маша нарисовала флаги россии и украины женщину с ребенком на которых летят ракеты и написала нет войне и слова украине после этого маша ее отца алексея москалёва стали просто кошмарить девочку несколько раз забирали в полицию школу приезжали фсбашники дома провели обыск и наконец завели уголовное дело на отца маша за антивоенные комментарии в интернете 1 марта алексея который один воспитывает дочь задержали а девочку отправили в приют пришла полиция квартиру ну забрали его на чё ты документы какие представили что-то сказал нет просто сказали на выход да он на работу пошел а тебе что сказать что сейчас опеку вызов суд отправил москалёва под домашний арест совершенно несправедливо но многие выдохнули он не в сизо а значит сможет забрать дочь из приюта но маша из приюта не отпустили а против отца подали иск об ограничении родительских прав машине дает видеться с родными и даже мобильные телефоны отказались передать можно представить как ее там пытаются перевоспитать а учреждение с тех пор держит оборону от журналистов и депутата местного горсовета ольгу подольского тоже не пускают туда только что подошла в государственное учреждение хотела поговорить лично с директором я здесь одна пообщаться дверь закрыта и не пускают через дверь разговаривают грубо говорят значит с вами не хотят разговаривать кому-то позвонили передали и тишина вот так у нас принимается эта история про озверение государства которое мстит ребенку за его мнение мстит честному человеку который отказывается поддержать войну все должны понести конечно за это ответственность директор которая вызвала полицию за рисунка фсбшники следователь судья который отправил человека под арест и и конечно главный вдохновитель этого всего путин который буквально в эти же дни требовал от фсб бороться с мразью которая раскалывает общество это он на шестикласснице маша говорил ее отца и конечно нужно выявлять и пресекать противозаконную деятельность тех кто пытается расколоть ослабить наше общество это тоже всегда применялось в отношении нашей страны а сейчас попытки конечно на наиболее активные попытки активизировать всю эту мразь на нашей земле 5 марта случилась похожая история отправили в детский дом 15-летнего вова алалыкина его приемная мать наталья филонова находится в сизо якобы за нападение на полицейских ее задержали осенью на митинге против мобилизации в улан-удэ сначала составили административку а потом завели уголовное дело якобы она избила полицейского шариковой ручкой вот это опасная преступница который не в обществе нельзя находиться не сына воспитывать оказывается о таких историях нужно говорить как можно больше это единственный шанс спасти людей которые попали в жернова государства путин его силовики должны видеть что общество не принимает такую бесчеловечность и что как не отъем ребенка у родителей может вызвать общественную реакцию об этом точно нужно говорить часто люди не высказываются потому что боятся за своих детей думают что могут отнять родительские права или не понимают что будет с детьми если на пример один родитель попадает под административный арест мы поговорили на эту тему с юристом александром помазуевым у которого есть опыт защиты детей политических делах саша привет скажи пожалуйста кто несет ответственность за действия детей за антивоенные высказывания в том числе и какое может грозить наказание в современных российских реалиях главное это чем нужно предварить любой юридический совет это то что главная задача партизана это не попасть на проявление героизма в любом случае это второй этап если у вас есть возможность избежать конфликта с правоохранительными органами постарайтесь это сделать так чтобы не узнали кто сделал высказывание или заявление если это все таки не удалось то для родителей несовершеннолетнего до 16 лет ответственность как правило ограничивается статьей 535 это не исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего считается что родитель просто недостаточно качественно воспитывал из-за этого несовершеннолетний который еще не может нести ответственность вот совершил определенные действия ответственность там совершенно минимально до 500 рублей если ребенок уже достиг 16 лет до школьник старших классов то он будет нести самостоятельно ответственность в полном размере предусмотренную за антивоенные высказывания но штраф может быть взысканных родителей если у несовершеннолетнего не своего заработка что как правило и имеет место при этом собственно это не исключает отдельной дополнительной вот той самой ответственности по 535 в размере 500 рублей что на фоне там штрафов за антивоенные высказывания будет не очень большим помимо этого как правило несовершеннолетних ставят на так называемый учет комиссии по делам несовершеннолетних проводят мероприятия и это может для обычного ребенка или для обычных родителей звучать очень страшно само по себе как это учет что-то связанное с неблагополучными семьями и так далее но само по себе это не является чем-то страшным и не налагает каких-то больших издержек или не является чем-то что портит ребенку жизнь кардинально поэтому эта вещь которую нужно просто пережить постарайтесь формально соблюсти те требования которые они к вам предъявляют придете послушаете покиваете тому что они вам говорят скажите что вам все понятно ваша задача в этой ситуации просто минимизировать ущерб который они пытаются принести вам и вашему ребенку в том числе моральный и психологический просто отгородитесь от этого и постарайтесь просто пережить этот момент зафиксируем все-таки могут ли ограничить или лишить родительских прав за то что человек совершил административку о фейках либо посадить его под арест и тогда лишить прав что-то такое возможно в семейном кодексе есть такой институт как ограничение родительских прав однако он связан с гораздо более серьезными случаями во всяком случае так всегда складывалась судебная практика до последнего момента это когда действительно родители по существу не выполняют обязанности по воспитанию ребенок находится в социально угрожающей ситуации никто не занимает его обеспечением воспитанием не контролирует его поведение то что относится к социально неблагополучным семьям никогда причем в такой явно выраженной серьезной форме по сути это последнее предупреждение перед лишением родительских прав никогда административные правонарушения или даже административные аресты не были основанием для применения такой меры вся дискуссия естественно сейчас возникла в связи с тем примечательным случаем когда девочку поместили фактически в приют из-за того что она нарисовала рисунок отца забрали мы помним всю эту ситуацию но там ситуация все-таки существенно другая во первых он был единственным родителем и невозможно было девочку оставить с матерью во вторых он был задержан в связи с преступлением ему вменяли отдельные деяния за его собственную позицию и по сути вся эта ситуация сложилась из-за того что ребенок остался просто один и органы опеки апеллировали к тому что некому за ним присматривать ведь ребенок еще несовершеннолетний вот чтобы избежать такой ситуации и любых вопросов у комиссии по делам несовершеннолетних постарайтесь чтобы всегда рядом были близкие родственники которые бабушки дедушки совершеннолетние братья сестры порой родители в конце концов чтобы в случае даже крайнем случае административного ареста всегда был кто-то кто имеет право по закону заботиться о ребенке и ребенок формально с точки зрения органов опеки не остался безнадзорным отчасти ты уже ответил на этот вопрос но давай зафиксируем все таки как подготовиться к этому доверенность какая-то на родственников кто чувствует угрозу что им делать какая-либо отдельная специальная доверенность не поможет потому что обязанности по воспитанию они личные и родители должны выполнять их самостоятельно поэтому здесь руководствуйтесь тем что я сказал чуть раньше просто пусть на контакте будут другие близкие родственники бабушки дедушки братья мама или папа второй родитель чтобы всегда был кто-то кто сможет присмотреть за ребенком еще один специфический вариант такой нетривиальный заключается в том чтобы дать ребенку согласие на заключение трудового договора в любой компании родственников знакомых которые готовы формально подписать бумагу с ребенком или на занятие им предпринимательской деятельностью это согласие родителей по закону дает возможность ребенку считаться полностью совершеннолетним соответственно отвечать за себя и не рисковать тем что органы опеки будут помещать его в какие-то специальные учреждения даже в крайнем случае но это все такие юридические язычки пока мы не видим что это является массовой практикой и те случаи которые громко разошлись в сми это скорее на исключительные обстоятельства которые сложились таким образом такую уникальную ситуацию поэтому не стоит паниковать заранее и будьте спокойны находитесь рядом со своими детьми поддерживаете их и пусть ваши родственники если что подстрахуют вас какой бы то ни было ситуации спасибо большое саша это было александр помазуев юрист фбк и конечно какими бы исключительными случаями это не было совершенно дико в двадцать третьем году вообще рассуждать о том что людей насильно разлучают с детьми невероятное варварство и все кто к этому причастны я не знаю будут гореть в аду просто но до этого обязательно предстанут перед судом человеческим седьмого марта суд огласил приговор дмитрий иванова 8 с половиной лет колонии дима учился в московском государственном университете и вел телеграм-канал протестные мгу с начала войны он писал о российской агрессии репостил другие каналы в частности алексея навального медиазона овд-инфо вот например один из репостов в украину летят ракеты непонятно ради чего гибнут тысячи людей войну начал путин а не россия нас не спросили хотим ли мы ее нужно не бояться и выходить на акции протеста чувствуете в каждом слове расхождение со сводками минобороны а значит это фейк и 23-летнего парня нужно посадить на срок который не всегда дают даже за убийство в ходе судебных заседаний дмитрий стоял на своем вел себя героически выступал против войны доказывал что настоящие распространители фейков это представители минобороны и российская власть отстаивал свою невинность и даже поддерживал других политзаключенных мы можем делать многое для того чтобы наша страна двигалась в правильном направлении для того это было видео соглашение приговора мой пример не должен вас пугать нужно продолжать бороться чтобы приблизить прекращение этой войны сильные слова от человека от парня 23-летнего за решеткой дмитрий иванова свободу как и всем политзаключенным один из главных сюжетов недели события в грузии где люди вышли на улице протестовать против закона об анагентах и не просто вышли а добились своего когда ирина алиман поехала в грузию делать репортаж о протестах еще не было понятно победят ли они и как вообще сложится события но в итоге в грузии получилось это очень вдохновляющая история подробности давайте смотреть за моей спиной здание грузинского парламента именно здесь последние дни собирался буквально весь билиси здесь начались протесты после внесенного 7 марта законопроекта об иноагентах де-факто кальки с аналогичного российского закона здесь задержали в общей сложности более 130 человек при том что по разным оценкам 7 8 и даже 9 марта здесь собирались от 20 до 30 тысяч как грузинскому обществу удалось отменить порочащий законопроект и почему это еще не окончательная победа 14 февраля провластная фракция силы народа внесла на рассмотрение в грузинский парламент законопроект о прозрачности иностранного влияния авторы бывшие члены правящей партии грузинская мечта предложили создать реестр иностранных агентов в котором будут указаны все некоммерческие юридические лица и сми которые более чем на 20 процентов финансируются из-за рубежа и вот уже начали сравнивать с российским аналогом наше правительство пускай и мягко пускай и такими немножечко окольными путями но у них нет тех ресурсов у них нет тех возможностей которые есть у белорусского правительства тем более у российского но тем не менее они по похожим паттернам идут они похожи похожими методами действуют ну и что может быть более ярким подтверждением как не закон об иноагентах 22 февраля сила народа объявила о втором аналогичном законопроекте сравнив его с американским законом фара на который ссылаются и российские власти и который на практике не применяется к самим американцам второй проект предусматривал статус иноагентов грузии любым физическим и юридическим лицам которые получают финансирование из-за рубежа с учетом того что не только сми но и например люди занятые в туристической деятельности зачастую получают на развитие своего бизнеса невозвратные гранты из-за границы под действие этого закона мог попасть буквально каждый второй гражданин грузии я думаю что они подумали в какой-то момент что они могут русско-белорусский режим тут построить где народ будет их бояться грузийский народ едины мы никогда ничего путинская в этой стране небо не позволят оба законопроекта были зарегистрированы и переданы на рассмотрение первые митинги начались 2 марта во время обсуждения проектов в парламенте и продолжили седьмого когда парламент принял один из проектов закона в первом чтении но до сих пор неизвестно какое именно бывший министр юстиции а сейчас оппозиционный политик георгий вошадзе призвал протестующих идти на парламент мы боремся да мы боремся за сильную грузию за свободную единую грузию с европейским союзом нато и никогда никогда здесь россии не будет в это время у здания собрался спецназ и около 10 тысяч протестующих специальные подразделения полиции концентрировались здесь на улице 9 апреля именно здесь сняты знаменитые кадры протестующие с флагом евросоюза она филигранно перепрыгивала через струи воды из водомета а вот такими снарядами с газом полиция обстреливала протестующих буквально несколько дней назад ими были усыпаны все тротуары вокруг здания парламента я понял не хотели дать уехать депутатам которые приняли закон полиция отдавливала людей и пшикала сливочевым газом а когда людей становилось меньше плотность людей они кидывали гранатами потому что гранаты они на большую площадь работают гранаты можно сразу очистить огромное как огромное пространство протесты продолжились и на следующий день причем приняли более серьезный оборот к зданию парламента вышло по разным оценкам от 20 до 30 тысяч человек некоторые не с пустыми руками а с камнями фаерами и коктейлями молотова наверно кого-то возникнет вопрос почему здесь люди дерутся с полицией почему здесь происходит задержание почему здесь светочивый газ а в россии такого нету полиция здесь намного менее организована их намного меньше они не перекрывают дороги к парламенту то есть ты можешь спокойно прийти собраться в толпу здесь нет системы распознавания лиц по которой меня задерживали в москве здесь я уверен на сто процентов я выхожу на митинг я знаю что скорее всего меня не задержат в россии на мирном митинге я это студенты это чуть ли не школьники которые даже арестовать за погромы нельзя они совершеннолетние вот поэтому грузинской мечты новая реальность у оппозиции новая реальность тоже она наконец-то вернула себе какой-то престиж какое-то реноме и вновь как бы обрела какую-то свою нишу что действительно люди нуждаются в изменениях соответственно нужно оппозиция и появился третий актер это вот эти ребята которые в принципе не признает ни власть не оппозицию них нет авторитетов кроме своих принципов и ценностей которыми они следуют эти вот очень хорошо сказал михаил саакашвили что каждый из них служил себе с соб своей же политической партии и они защищали свои интересы грузинский протест поддержали и российские иноагенты которым с прошлого года регулярно отказывают во въезде в страну власть очень не хочет чтобы россияне которые против путина начали объединяться вместе с теми активистами местными которые выступают против власти а у них очень много общего если пройти вот этот вот барьер первый когда ты видишь там человек с надписью фак раша и думаешь а черт он ненавидит всех русских да ну пройти вот этот барьер просто поговорить с ним то ты понимаешь что у вас общего так много как мало с кем за два дня протестов полиция задержала 133 человека но уже 9 марта отпустила всех кроме одного его обвиняют в нападении на полицейских тогда же 9 марта грузинская мечта и сего народа выпустили совместное заявление в котором объявили что законопроект об иностранных агентах будет сняться рассмотрения они думали что и им придется через три дня аннулировать этот закон я прямо говорю что они стопроцентно были уверены что этот закон пройдет и а они примут и про российский закон им пришлось потому что грузии есть поколение который будет бороться до конца я правда видел глаза ребят и девочек которые были правда класс я правда был очень гордый что я грузин мы еще показали что мы их измотали потому что вот мы тут всю ночь две ночи до самого утра вот это отношение вот всю ночь до утра мы вот там возвращались они кидали мы возвращались и смеялись над ними так далее и вдруг оказалось что это не сила на самом деле а это иллюзия все естественно они власти и надо с этим считаться но вы гораздо сильнее чем они 10 марта парламент грузии отклонил во втором чтении закон об иностранных агентах 35 депутатов проголосовали за отмену принятия закона один представитель правящей партии дмитрий самхарадзе голосовал за но грузинское общество не считает это окончательной победой и ожидает новых репрессий я сомневаюсь что это страница перевернута во-первых им ничто не мешает принимать другие предпринимать другие шаги другие репрессионные законы принимать не обязательно этот конкретный закон а может быть они его как-то обыграют переименуют что-нибудь замаскируют и во втором чтении или потом впоследствии примут впрочем грузинская позиция не намерена сдаваться вот этот кризис тоже показал что естественно это над партии на кризис и тут ведущими являются люди но организованность партии это очень это очень важно мы должны вот эту платформу представлять всем протестующим поэтому мы одно это значит усиление вот этих интеграционных процессов в обществе политическом спектре второе это создание альтернативы мы сейчас начали процесс миллиона подписей которые мы хотим повести брюссель от имени грузинского народа что да наш выбор это это европа несмотря на то что это правительство нас такое и третье это сопротивление сопротивление которое которое мы уже увидели вот силу народа при этом шансы на евроинтеграцию при текущем правительстве под вопросом чтобы добиться статуса кандидата на членство ес официальная грузия обязана выполнить 12 пунктов там очень много тем которые грузинская не хочет не желает менять потому что это угрожает напрямую их скажем так и рычагам управления этой страны это судебная система которую нужно реформировать до михаил саакашвили который продолжает умирать в тюрьме и никто не собирается меня его оттуда отправлять на лечение на запад это не к говорами это судебная тяжба против независимых оппозиционных телеканалов как формула тв пир вели очень много 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 всего что гражданской мечте рекомендуют настоятельно исправить в стране и это абсолютно реалистично исправить но насколько грузинская мечта пойдет на это и какое она встретит противостояние со стороны тех людей которые уже почувствовали вкус перемен вот это будет очень интересный процесс михаил саакашвили личный враг владимира путина стал заложником в родной стране усилиями грузинской мечты после того как вернулся в грузию в 2021 году с каждым днем его состояние здоровья становится тяжелее им придется обязательно отпустить моего брата потому что грузия есть новое поколение которое не остановится и не дадут спокойно жить грузинской мечте и они уже поняли что и так не остановит процессы в грузии они будут бороться до конца и один из пунктов что из 12 пункт освободить или дать нормально жить моего брату пока у власти находится грузинская мечта общество опасается повторения российского сценария некоторые принимают решение покинуть страну до лучших времен я честно скажу что это разного уровня горя потому что отъезд с родины для меня это такая фундаментальная трагедия которую еще я не осознал окончательно и не смирился с ней отъезд из грузии но пока что мы с вами говорим все таки в грузии да то есть я планирую отсюда уехать в ближайшее время но сейчас у меня ощущение что я живу с бывшей вот это вот такое странное чувство когда ты понимаешь что это было любимое место на земле самыми лучшими людьми самыми близкими друзьями которым ты хотел состариться в котором просто принять моя дочка уже на грузинском языке говорит например да и когда мы с ней плату и же нами будет папа хочу домой в тбилиси спасибо ирина этот закон об анагентах очень напоминал такой закон в россии поэтому мы с анагентами россии написали письмо грузинский парламент о том к чему может принести его принятие и конечно очень приятно видеть как с помощью протеста люди смогли добиться своего и правительству пришлось выполнять их требования в конце концов это есть выражение демократии и власти цивилизованной страны всегда должны прислушиваться к настоящим народным протестом вот увидите так и будет в россии но сначала нужно победить диктатуру путина которая пока имеет силы чтобы подавить любой протест но я уверен что это изменится на этой неделе наша команда выпустила расследование о том как мэр москвы сергей собянин купил всех мы нашли черную кассу из которой московская мэрия платит самым разным людям и откровенным пропагандистам и тем кого многие до сих пор считают оппозиционерами под видом программы благоустройства мой район распиливаются огромные деньги из бюджета мы изучили больше ста тысяч банковских проводок моего района за три года и мы поняли что парки скамеечки и собачьи площадки это ширма на самом деле для колоссальной распилочной схемы из бездонного котла под названием мой район годами доставали деньги и передавали тем кто в ответ расхвалил сергея семёновича отвратительной парочке симонянский осаянам их родственникам ушло 440 миллионов рублей из черной кассы араму габрилианова и связанным с ним помойкам типа life news досталось 279 миллионов 20 миллионов заплатили ксюша совчак за некое исследование рынка моды именно то на что мы платим налоги алексей венедиктов получил 680 миллионов на издание журнала про районы москвы телеканал артиве ай который контролирует тина канделаки с мужем больше трети своего бюджета получила от мэрии 840 миллионов другой телеканал откровенно пропагандистский царьград 40 миллионов а самая большая сумма пять с половиной миллиардов ушла политтехнологам которые вели компании провластных кандидатов на выборах в госдуму за один только 21 год на мой район выделили 13 миллиардов 800 миллионов из бюджета почти 14 миллиардов рублей ушло собянинскую черную кассу работаются это очень просто пересказывать детали не буду вы лучше сами посмотрите расследование если пока не успели но просто один пример приближаются выборы в госдуму и мэрия через мой район платит миллиарды за безумно важные для всех горожан опроса например об отношении к укусам клещей а дальше эти деньги оседают в карманах у политтехнологов которые ведут избирательные компании вассармана евгения попова и других провластных кандидатов то есть у настоящих клещей присосавшихся к бюджету но вот что важно даже обложившись политтехнологами даже залившись деньгами от мэрии эти кандидаты все равно оказывается не способны победить на честных выборах и тогда в жух и происходит магия подключается электронное голосование если вы участвовали выборах в госдуму в девятнадцатом году вы наверняка помните эту картинку там восьми округах побеждали оппозиционные кандидаты поддержаны умным голосованием а справа результаты после подсчета электронных голосов реально как просто по волшебству и картина изменилась главный сторонник электронного голосования алексей алексеевич венедиктов вы его все хорошо знаете и он один из героев нашего расследования мы раньше понимали что у него ну какая-то особая дружба с мэрией достаточно вспомнить как он договаривался с мэрии о протестных митингах еще десять лет назад мы также выпускали подробный доклад об электронном голосовании но теперь в наших руках оказались проводки и нам совсем стало понятно что дружба венедиктова и мэрия совсем не бескорыстны вообще в нашем расследовании которая по сути заключается в банковских проводках моего района очень много фигурантов но самый большой резонанс вызвала именно история венедиктова и к сожалению многие возмущаются не тому что в москве уничтожили честную политику от тому что мы посмели задеть алексея венедиктова естественно он сам тоже ушел в полное отрицание цифры в расследовании правильные выводы о том что это связано с моими политической позиции неправильные это расследование в отношении меня не является справедливым и точно так же он до сих пор отрицает что с электронным голосованием что-то не так вернее не совсем он говорит что он создал систему потом ее контролировал а теперь эта система уязвимой и он ее не контролирует вот сюрприз так мы уже пять лет венедиктова это говорим я ему лично это говорил еще в девятнадцатом году когда он первый раз презентовал эту систему а он упорно внедрял и окончательно поломал этим институт выборов и тот же алексей венедиктов берет деньги из бюджета и издает по невероятно завышенной цене бумажный журнал про района москвы он же это делает за наши с вами налоги каждый москвич который делает отчисления в бюджет из своего кармана оплатил выпуск журнала мой район и даже если предположить что колоссальная затрата на журнал были оправданы хотя я уверен что это не так это же банальная коррупция даже если предположить что не так это вот конфликт интересов он же есть и думаю что нельзя считаться независимым журналистом если ты получаешь деньги из собянинской черной кассы до венедиктов руководил радиостанции на которой действительно можно было говорить правду я сам не раз выступал в эфире эхо москвы но это не делает его непогрешимым если кто-то ворует то мы будем называть вещи своими именами если крадут даже худшие не не просто наши налоги если крадут у нас выборы право голоса то мы будем об этом говорить все люди о которых мы рассказывали своем расследовании очевидно несут ответственность за полную зачистку политического поля а это было одним из этапов подготовки к войне и поэтому мы и выпустили сейчас это видео потому что о таких фактах ну нельзя молчать и конечно это стоило сделать даже несмотря на то что в конечном счете его выход как-то косвенно спровоцировал кризис внутри фбк про который я сейчас и расскажу и кризис вот в чем венедиктов выложил коллективное письмо в защиту альфовской группы фридмана и авина под которым стояла подпись леонида волкова и хотя подпись под этим конкретно коллективным письмом не настоящая все равно оказалось что было письмо индивидуальное об этом письме никто не знал и она стала для нас таким же неприятным сюрпризом как и для всех дело в том что у нас вопросом включения людей в санкционные списки занимается комиссия там четыре человека эта комиссия ни разу за свое время не принимала решение просить кого-то исключить из-под санкции поэтому леонид волков признал что тут он превысил свои полномочия и приостановил свои полномочия как руководители международного фбк в общем есть признание ошибки есть правильная реакция на эту ошибку и на предстоящей неделе будет формальная встреча руководителей фбк мы постараемся эту ошибку исправить авин фридман и вся эта компания безусловно должны быть под санкциями вот тут не нужно сразу просить у вас прощения потому что сейчас покажу неприятную вещь даже две это кусочек из выступления путина где он поздравляет женщин с восьмым марта знаю как искренне порой самоотверженно вы поддерживаете наших солдат и офицеров и своих близких и совсем незнакомых ребят молитвы теплыми словами и добрыми делами пишите письма собираете посылки со всем необходимым плетете маскировочные сети идете волонтерами в госпитале чтобы заботиться о каждом год назад 8 марта 22 года путин тоже поздравлял женщин с праздником и дал им одно обещание давайте послушаем подчеркну в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты проходящие срочную службу и не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса поставленные задачи решают только профессиональные военные естественно он соврал через полгода после этого началась мобилизация и сотни тысяч резервистов отправили умирать но путин в новом поздравлении конечно не вспомнил про свое обещание путина вообще есть такая особенность его слова ничего не стоит ради интереса мы посмотрели как он поздравлял женщин в предыдущие годы до начала большой войны там есть отдельные нюансы например пару раз он читал стихи а в двадцать первом поблагодарил медработниц но в целом текста написано как будто под копирку путин любит говорить о том какие женщины нежная заботливой и как они все успевают вы дорогие наши женщины обладаете непостижимым секретом все успевать не даете себе поблажек все успеваете вы успеваете все и на работе и дома вам каким-то непостижимым образом удается все успеть при этом вы каким-то непостижимым образом везде и все успеваете и конечно в каждом обращении путин отдельно подчеркивает что женщина это в том числе и мать иногда он это пристегивает к традиционным ценностям иногда просто говорит про счастье материнства но это очень важная для него тема мы же помним что путин очень озабочен демографии в этом году например поручил разработать дополнительные меры для повышения рождаемости но при этом сам путин делаем максимум для того чтобы россия скатилась в демографическую яму на этой неделе вышла статья в журнале экономис который прямо сказано в россии демографическая катастрофа и будет еще хуже по данным журнала за последние три года россия потеряла на 2 миллиона человек больше чем ожидалось и конечно ключевую роль в этом сыграла война которая вызвала отток людей и смерти конечно вы сами видите на этом графике как смертность резко скакнула вверх а рождаемость наоборот смертность сейчас в россии на таком же уровне как в странах третьего мира и путин хочет чтобы люди в россии больше рожали но он не может предложить их детям никакого будущего на словах превозносят матерей на деле отнимают у них сыновей забирает кого-то в детдом а кого-то на убой взамен они получают мешок пельменей это реальный подарок матери погибшего мобилизованного в туве я не знаю что может ли быть что-то более циничное чем мешок пельменей а если на дворе 8 марта то можно вручить матерям и женам убитых цветочки это вот фото из липецкой области там глава муниципалитета пришел с подарками к женщинам которые потеряли близких и как-то ведь ему же хватает совести позировать с этими женщинами наверно даже считает себя большим молодцом некоторым правда вручали не только ценные цветы и не только конфеты путин встретился в кремле с двадцатью выдающимися женщинами и наградил их орденами среди них были жительницы оккупированных территорий в том числе 16-летняя пропагандистка из херсона понятно что это такой жест очередная попытка легитимизировать захват территории а на самом деле путину плевать на этих людей как плевать на вообще всех людей но если бы он действительно хотел что-то узнать о выдающихся женщинах я бы мог назвать несколько имен например я бы вспомнил наталью филонову про который уже сегодня говорил или журналистку марию пономаренко мать двух дочерей которые отбывают шестилетний срок за правду о мариуполе или про лилича нашего главу нашего штаба в уфе она годами боролась за свободу и за благополучие своего региона а теперь ее судят за закрытыми дверями и хотят дать 18 лет или про оксану баулину нашу бывшую коллегу которая поехала в украину как журналистка инсайдеры и погибла от путинской ракеты можно назвать еще очень много других имен активисток журналисток политзаключенных и кроме медийных лиц есть еще тысячи бесстрашных женщин по всей россии которые выходят на протесты которые не молчат и не боятся некоторые из них вы видели на этих экранах у меня за спиной я совершенно согласен с алексеем навальным который написал в своем посте на 8 марта когда-нибудь кто-нибудь напишет историю оппозиционного движения начала 21 века и всем станет ясно что его лучшей самой бесстрашной работоспособной и принципиальной частью были женщины сейчас остаются 6 марта появилось видео расстрела видео расстрела человека я думаю что вы его видели на ю тубе мы его показать не можем замазали человек стоит без оружия в яме который видимо сам себе и выкопал делают глубокую затяжку выдыхает дым и спокойно говорит слава украине снимаю дальше расстрел сомнений и быть то не может хладнокровно целенаправленно человек расстрелян убийцы не колебались ничего не требовали моментально были готовы стрелять убитую опознают не сразу на видео александр мациевский служивший в 163 батальоне терробороны города нежина он был снайпером у александра остался 19-летний сын все это пример одного из более чем 70 тысяч позорнейших военных преступлений российских солдат в украине судьба мациевская такая он вместе с группой был отрезан от своих и попал в плен в ходе боев за солидар пригожин и разные вагнеровские источники много раз подчеркивали что за солидар воевали исключительно вагнеровцы это подтверждается и аналитиками и свидетельствами поэтому именно членов человек а вагнера стоит считать главными подозреваемыми в этом убийстве они же вернули тело мациевского 14 февраля солдата похоронили тогда его родные и знакомые думали что он погиб в бою лишь потом появился ролик и все узнали правду очень страшную правду я не спала я я воно мне замрещается воно мне ну ну якась начи легкость на чекас лучик что я побачила як погиб мой сын понимаете я отначе важку вот ну те правду начи побачила як бы и характер моего сына вот такого стойкого незламного визга мама я поля никогда не сдамся сбоу естественно открыла расследование по уголовной статье 438 нарушение законов и обычаев войны политики и генпрокурор украина уверен что наказание рано или поздно настигнет виновных и обязательно именно так и случится виновных найдут я уверен в этом но понятно что этот случай именно такой был не единичный сколько раз это повторялось пока никто точно не знает но понятно что повторялось знаете это видео это видео словно с великой отечественной войны когда фашисты расстреливают героя и прямо хочется в этот момент когда смотришь заорать на что же вы делаете вы же убиваете человека человека который защищает свою страну у которого есть друзья есть родные есть дети что вы делаете российская пропаганда вам наврет обязательно обязательно скажет что лозунг слава украине нацистский это лозунг каждого честного украинца которые борются за свою страну но звучат звуки выстрелов и полное ощущение полное ощущение что эти пули летят прямо в нас что это в нас стреляет в этом безымянном лесочке в каждого наша надежда на счастливое будущее россии наша надежда что можно все это поправить потому что человек это не вернуть несколько раз были ситуации я думаю в жизни каждого из нас когда просто на руках погибают близкие родные такие ситуации были и хотя александр мацевский нам не близки но за считанные секунды он стал ближе и ощущение те же что не очень понятно как дальше с этим жить ведь человек это не вернуть тут можно сказать только одно настоящим героем слава после таких новостей на какое-то время парализуют и кажется что ты вообще ничего не можешь сделать но именно в этом и цель террора заставить нас чувствует страх а путин конечно же террорист поэтому очень важно не застывать а что-то делать хотя бы говорить говорить о военных преступлениях в украине говорить о судьбе политзаключенных в россии говорить о детях которых пытаются разлучить с родителями мы команда алексея навального и одна из наших самых важных может быть даже задач говорить в числе и о нем и не давать миру о нем забыть шизо напоминает европейцам о том в каких условиях содержится алексей навальный для этого мы в том числе сделали копию шизо который ездит сейчас по разным городам 14 марта мы привезем это шизо в париж в этот раз мне достался жребий его открывать если вы сейчас там то обязательно приходите мы там сможем увидеться а вы сможете своими глазами посмотреть ощутить и понять место где алексей сейчас проводит почти все свое время вот такая получилась неделя не самое лучшее но какая есть события нужно фиксировать запоминать ориентироваться в них если вам нравится этот формат то поддержите нас это сложный формат и мы все еще учимся его делать поставьте лайк напишите комментарий или становитесь спонсором список спонсоров можете увидеть на экране с вами был иван жданов за кадром ян матвеев большая команда ребят из разных отделов совершенно увидимся с вами а и а и а и и и Продолжение следует...